друзья приветствуем всех это охота на дичь вы же знаете что дичи всегда не то что каждую неделю а каждый день вот столько вполне достаточно так что нам придется выбирать саму отборную михаил добрый день добрый день наташа ну вот начну с дичи которая вроде бы знаете такая не опционная всеобъемлющая и все же на выборах на европейских выборах мы видим такой явный крен в правую сторону считаете ли вы это чем-то похожим на дичь нет чему это вообще нормально расскажу сейчас знаете во первом именно выборы в европарламенте да то что у нас было парламентские выборы насколько я наблюдал до сих пор всегда являются более настроенческими чем парламентские то что в евро в как относятся люди к выборам европарламент вы знаете что относится не очень ответственно явка все время низко европе разных странах прям разных ну там 20-30 процентов от нормальной явки на выборах европарламент тоже все понимают что наш вклад и даже сам большая страна германия понимаешь что проголосует определенным образом то все остальные страны в легкую перевесят выбор германии поэтому люди выбираются прямо сейчас я лично что сейчас чувствую вот я видел как отличались выборы в европарламент от выборов парламент спустя там год полностью отличались что выбор парламент это большая ответственность для человека он понимает что вот так ему теперь жить в европарламент это выразил свое настроение выкрик выкрик вот то что настроение такие есть но мы это знали на эти настроения но будет ли это потом найдет ли это отражение в выборах вот именно в обычные настоящие парламенты стран мы скоро увидим во франции объявили досрочные выборы бельгия объявили досрочные выборы дальше уже только правый вот что такое сегодня правые в европе что же так себе понятие именно сегодня да да что такое выбор это самое правое в европе и вот какой парадокс получился вот вам сейчас дичи расскажу значит да есть не знаю центристы европе какие-нибудь как они там либералы не знаю еще кто-нибудь вот они придя в европарламент партия либералов франции объединяется в коалицию партии либералов германии партии либералов бельгии латвии эстонии и так далее и у них появляется фракция а теперь мы берем право в сегодняшнем понимании европы это те кто говорит национальные интересы выше евроскептики давайте отделяться например там брекзиты всякие да вот наш национальный интерес выше чем наш общественный интерес европы как европейцы а как они во фракцию объединяться приходят немецкие националисты венгерские националисты и чешские националисты что это у нас партия националистов я так не бывает потому что немецкий националист он как раз против чехов а чешский как раз против словаков да и так далее и так далее поэтому они объединиться не могут в европарламенте поэтому их их доля в парламенте страны важна. Они могут определить политику страны. А внутри Европарламента они не могут ничего определять, потому что они не могут объединяться в коалицию. Это противоречит просто. Математические противоречия есть в этом вопросе. Ну, тогда будем считать, что ничего плохого не произошло, потому что многие считают, что правые это опасно. Правые будут... Они опасны в рамках одной отдельной взятии страны, а в рамках Европы, получается, в данной ситуации, именно в данном контексте Европарламента, и, кстати, я тоже вот очень давно, все время, когда там начали что-то про Европарламент, а вот там сейчас поменяется. Я говорю, смотрите, из-за того количества людей, которые избираются, 800, там, или сколько-то, 800 депутатов, не помню сейчас точно, чисто депутатов Европарламента, оно сглаживает любые острые противоречия. Ну, типа, у нас все равно, вот это проукраинское большинство, все равно будет там 600 с чем-то из 800. И никуда вы не денетесь. Так ли? Типа, в Германии меньше, зато в Австрии больше. В Австрии больше, в Германии меньше. И вот все это усредняется по Европе, и мы получаем такой же уровень поддержки Украины, как и был, плюс-минус. Большой любитель свободы слова Владимир Путин, он же встречался с иностранными агентствами, с журналистами, и заявил очень авторитетно, что те, кто считают, что Россия собирается напасть на НАТО, они тупые, как стол. Вот, напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендели совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Ну, на самом деле, даже Путин сам, по-моему, неоднократно угрожал. Я уже не говорю о Медведеве, который дерзко заявил про тушь о ливерной колбасе. Шульц неожиданно разговарился и понес откровенную пургу. Это он сказал после того, как Шульц сказал, что да, Украина имеет право стрелять по российским территориям. Так нет такого уровня, на котором бы россияне не угрожали напасть на НАТО. Просто не существует. Уровень Совета Безопасности, пожалуйста, почитайте там статьи Патрушева, который был секретарем Совета Безопасности, или сам председатель Совета Безопасности Медведев. Вот вы одно упомянули, а мы уже, извините, вы же понимаете, да, до вас лишнего года наблюдаем, как он угрожает Европе. Государственная Дума Российской Федерации, председатели Государственной Думы и члены Государственной Думы, и Совета Федерации, все угрожали напрямую, в том числе ядерными ударами. Депутаты ядерными ударами, члены правительства, ну кого мы должны вспомнить, кто не угрожал напасть на НАТО или на Европу. Просто таких людей нет. Путин говорил, почему же, что мы нападем, там ударим по Франции, если французы, то-то. Ударим по тем странам, и сейчас, тоже сейчас говорит, мы дадим оружие, чтобы они ударили по тем странам, которые разрешили Украине. Это нападение на НАТО называется. Все это называется нападение на страны НАТО. Поэтому он прямым текстом об этом говорит. А то, что он постучал себе по лбу, он просто любит по лбу постучать. Этот жест он повторяет. Когда я с Тахером Карлсоном говорил, помните, он одновременно руками стучал себе по лбу и по столу. Ему даже стол специальный ставят и лоб специальный дают во время таких мероприятий, видимо, чтобы звучнее было. Но не может быть, что у него по-настоящему голове настолько пусто. Мы же такого не можем предположить. Ну да, смотрите, он с одной рукой, он говорит, так сказать, одним ртом. Может, у него несколько ртом, не знаю, что мы не будем нападать на НАТО, но другой его рот тут же говорит, напоминает Европе о том, что она беззащитна перед ядерными ударами России и что тактическое оружие России в четыре раза мощнее, чем сброшенное на Японию. Там, малыш, толстяк и так далее. То есть, он откровенно шантажирует мир ядерным оружием, но при этом те, кто думает, что они могут напасть, они тупые, как стол. То есть, у человека совершенно раздваяние сознания и шизофрения. Боже, какой у вас красивый, что это, Миша, что там, в клеточке, что это такое? А у вас, вон на входе, что это за зверь у вас? Я не вижу. а он вылез, понятно. Это был крыс. Это был крыс. Я не знал, что он так поднялся. Ну, что он высоко залез, сбежал. Я его увидела и прервалась от восхищения. Извините. Продолжаем. что он в кадр попадает. Он же обычно у нас не в кадре. попал. И я от неожиданности прям расчувствовалась. Итак, Путин. Вот понимаете, когда в мире существует такая прелесть и красота, тут приходится говорить о каком-то старом на букву М, понимаете? Да, когда мне обидно, поэтому, что этого называют? Крысы плешивые. Я про Путина, да? Потому что, здрасте, крысы такие милые существа. А вы Путина таким словом называете? Нет, нет, ни в коем случае. Мол, Называйте его человек. Человек. Фу, вот эта гадость. Человек. А если серьезно говорить, да, вот в рамках нашей дичи, готовы они, как вы считаете, посмотрите, лодку к берегам Кубы послали атомную. то есть, они как бы пытаются имитировать этот Карибский кризис. Пытаются. Ну, пытаются имитировать, да. Так в этом же все и дело. В этом-то и секрет его вот этой двойственности, его заявлений путинских в том, что, смотрите, в чем, в каком положении он находится. Мы на Западе проводим эскалацию. Мы делаем эскалацию каждый раз в ответ на любое что-нибудь. А Путин, в свою очередь, обязан ли он как-то реагировать на эскалацию? Ну, вот перед своим народом, собственно, перед россиянами. Он вождь россиян, он не сам по себе человек. Он вождь племени россиян. Соответственно, он должен племени потрясти своими, так сказать, причиндалами. Правильно, что вот, смотрите, я трясу причиндалами, и враг меня боится. Он трясет причиндалами, но мы следующую эскалацию делаем, а он снова трясти причиндалами уже не работает. Надо что-то делать. Но он, его горе, реально горе в том, что он задействовал все, что было в России. Вот просто все до последнего вида любого чего угодно он задействовал уже два года назад. У него не осталось ни одного резерва. У него нет других видов вооружений, которые он до этого не задействовал, других каких-то ракет, там еще что-то. Вот кроме ядерного оружия не осталось ничего, чтобы он не применял. У Запада еще вариантов эскалации вагона и маленькая тележка. Посмотрите, два года Запад занимается эскалацией, а варианты не заканчиваются. Ах, вы России не сдаетесь? Мы тогда еще вот так сделаем. Будете в России сдаваться? Не будете? А мы хаймарсами по вам. Ну-ка, ну-ка, нет. А мы дихлофосом. А еще, а будете сдаваться? Ну, давайте, давайте. А мы сейчас ударим по вашей территории. Посмотрите, как красиво. Я сегодня записывал Фетельман за сегодня у себя на канале. И я в какой-то момент понял, что время у меня передачи уже как бы истекло, запланированное мной. Я не могу остановиться. Почему? Я зачитывал успехи за выходные нашей армии. Вот что мы вот там ударили по кораблям, а там по самолету Су-57, а там, значит, по Моздоку в Северной Осетии, а там по этому рапухе, этому десантному кораблю, а вот по Белгородской области самолетов мы жахнули по военным складам, а вот в Луганске мы разбомбить. Просто бесконечное перечисление за два дня наших успехов. А оно, почему такое вдруг сейчас? Потому что нам все дали. Потому что нам все дали. И Джек Салливан правильно говорит, что ну все, говорит, перелом наступил вот там на фронте, у россиян больше нет потенциала успеха, потому что вместе со всем этим оружием, со всем этим разрешением Украина этим пользуется, все. То же самое Блумберг пишет на этих выходных. Все, говорит, потенциал исчерпан, у России исчерпан потенциал. И вот Путин, лично его берем теперь одного человека. У него что же потенциал-то исчерпан? Потенциал угроз исчерпан. И кроме как нанести ядерный удар, больше ничего нет. Но это последняя эскалация. То есть, готов ли Путин жить один день? Ну, последний. Вот вопрос как стоит. Когда-нибудь этот день, очевидно, наступит, когда он скажет, да, я готов умереть сегодня. И я готов, что сегодня прекратит существование Российской Федерации физически, не юридически. Там распалась страна. А именно, что это превратится в чистое поле. Ведь это произойдет в день нанесения россиянами ядерного удара. Россия превратится в чистое поле. И готов ли он к этому? Наверное, может быть, просто я не могу знать. Вряд ли успею уследить за происходящим. Но других вариантов нет. У него, то есть, нет, где еще варианта эскалации, сколько еще осталось, ноль осталось других вариантов. Ну что ж, знаете, мы очень часто, особенно со Стасом Белковским, обсуждаем, что ООН, в общем-то, страна, вернее, организация, которая, видимо, скоро придет к нулю. Да, то есть, она уверена и по позиции по Израилю, и по позиции по Украине. Мне вот сейчас Генсек ООН заявил, что он не поедет на саммит в Украине, в Швейцарии, его офис сообщил. Хотя, казалось бы, кому-ка к нему туда ехать. Слава Богу, саммит, по всей видимости, все-таки удался Зеленскому, потому что вот более 100 стран. Было очень много, что я говорю, все-таки, потому что Путин же чинил очень много препятствий. Он пытался там всех уговаривать, Китай, еще кого-то. Но в целом приедут практически все. А вот Генсек ООН, вот что, мне кажется, что нужно самозакрыться уже этой организацией, Михаил. Но они настолько, так сказать, оказались ни на что непригодными, яловыми практически, что, ну, а зачем они? Вы сказали, что, привели даже два примера конкретных про ООН. Что вот Израиль вот так, а ООН в ответ вот это. Украина вот так, а ООН в ответ вот это. И вы назвали две страны, только Израиль и Украина. Но есть, что их объединяет в данном контексте. Что когда создавали ООН, не было ни Израиля, ни Украины. Так, соответственно, при создании ООН не учитываются, не учитывались интересы Израиля и Украины. Потому что не было такой страны. И мы не могли сделать так, чтобы наши интересы учитывались. И еще не было, ну, еще 150 стран не было, ну, или там 140. В момент создания ООН их просто не было физически. И их интересы тоже не учтены, на самом деле, в уставе ООН и в правилах ООН. Эту организацию создали вот в той реалии, в те страны, в интересах той ситуации и тех стран. Вот это главное. Соответствует ли нынешняя ООН современным мировым реалиям? Нет. Не надо говорить, что это бесполезная организация. Это стала бесполезной организацией. Она не была, она стала бесполезной в силу того, что поменялась полностью. картинка. Как раз ты имела в виду. Наверное, после войны она была очень даже полезной, эффективной тогда. На сегодняшний день это не так, к сожалению. А это, посмотрите, а это в мире из 200 стран все стало так. Вот в мире, в котором 200 стран все стало так и совершенно не стало выглядеть как... Вот я вам приведу пример. Кстати, вот смотрите, Совет Безопасности ООН постоянный член Совета Безопасности. Пять стран. Выбраны как? Почему? Выбраны, ну, формально, как некие победители Второй мировой войны, но выбраны так же, как страны, тогда, на тот момент, представлявшие большинство населения. На момент создания ООН. Внутри Великобритании была Индия. Понимаете? Внутри Великобритании была половина Африки, а вторая половина была внутри Франции. Вот. И получалось, и Израиль был внутри Великобритании в этот момент, а Украина была внутри Советского Союза. То есть, получается, внутри всех этих пятерых постоянных членов Совета Безопасности были все остальные игроки. Ну, почти все. Хорошо. А сегодня это не так. Вот вообще-вообще. Сегодня эти пять стран берем и типа, что, кто внутри? РФ? Это почему? В смысле, она одиннадцатая по населению, она какая там еще? Одиннадцатая по экономике? Нет, десятая по населению, по-моему, одиннадцатая по экономике. Как она в этом списке оказалась? Ну, какой-то случайным образом, абсолютно выбранная. Пьяная обезьяна бросала жребий, называется. Поэтому там Россия внутри постоянно членов Совета Безопасности. А есть ли в мире аналогии? А я вам приведу аналогии. Вот вы знаете, через неделю чемпионат Европы футбола начинается. Ну, он что, начинается он раньше. Это Украина начинает играть в понедельник, 17-го, а сам чемпионат стартует 15-го. И в этом чемпионате будут играть двадцать четыре футбольные команды, если я не ошибаюсь. По-моему, двадцать четыре. Дай Бог память. Если не тридцать две. По-моему, двадцать четыре. А на чемпионате мира следующем будет, по-моему, сорок восемь. А знаете, что было до того, как в мире появилось так много стран? Скажу. Чемпионат Европы, который я видел первый в своей жизни, вот помню, осознанно, был во Франции в 1984 году. Там играло восемь. А сейчас двадцать четыре. Почему? Ну, потому что мир стал разнообразнее, стран стало гораздо больше. Логично, что в чемпионате играет гораздо больше стран. То же самое с чемпионатом мира. Стран было сильно меньше, поэтому и на чемпионате мира было представлено сильно меньше. А вот ООН, как было, пять мест так и осталось. Логики нет. И поэтому американцы, которые первые предложили настоящую реформу ООН, я имею в виду, первые во время нашей войны уже, они осенью 22-го года вышли на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 22-го года и сказали, надо это менять. Вот. Томас Гринфилд была их представитель, даже не знаю, она сейчас представляет США или нет. И она там в своей речи сказала, что надо увеличить число представителей в постоянной шансовой безопасности, изменить правила ВИЭТа внутри этого совета безопасности. Это все поддержал Байден. Потом они пока предлагали, теперь мы поняли, что все это после победы над Россией. То есть до этого же не получится. То есть надо уничтожить Российскую Федерацию и тогда уже всем цивилизованным странам собраться и создать ООН 2.0. Может быть, она будет переименована, потому что была Лига наций, потом бах, Вторая мировая, нет, Лига наций есть ООН. Теперь у нас вот такая война, бах, нет, ООН, там еще что-то появляется. Это логично. Она не соответствует реалиям мира. Вот что произошло. Поэтому и не едет человек на саммит мира, потому что не соответствует эта организация тому объекту, то бишь миру, которым она должна управлять. Кстати говоря, о людях, которые не соответствуют тому, что сегодня происходит в мире. Шольц вывел из состава правительственного совета ученого, который лайкал антиизраильские посты в соцсетях. Знаете, мы же видим, что, и мы с вами уже это обсуждали, что в университетской среде происходят такие вещи, но когда они происходят со студентами, еще можно там обсуждать. Молодые люди, очень юные, не всегда понимают, что происходит. Но когда мы видим, что к этому имеют отношение ректоры больших университетов, преподаватели, ученые, ну вот это же другая история, Михаил. И это дичь. Это, к сожалению, не другая история про этих ректоров. История называется, кто сегодня, у кого сегодня лишние деньги в мире. Лишние, лишние. Много денег у США, но они почему-то все не лишние. США почему-то догадываются, на что их надо потратить. Что вот это надо, на создание таких-то производственных мощностей, это на создание армии. Вот когда вспыхивает война, то Европа говорит, а у нас ничего нет, только у американцев есть. А лишние деньги у россиян, которые их, понятно, с чего имеют и куда в чемоданы складывают. И лишние деньги у Ближнего Востока, у нефтяных стран. И вот катарцы вкладывают деньги в университеты по всему миру, раздавая там на право и на лево гранты. В ответ требуют поддержки Палестины. Это ответ, почему, например, в США в университетах требует поддержать Палестину именно в университетах. Потому что катарские программы образовательные, катарские деньги. И это то, почему, например, сегодня я верю, что да, в Израиле сейчас вообще людям не до этого. И под эту сурдинку Чубайс там пытается коррумпировать Тель-Авивский университет. А потом придет и скажет, подождите, деньги давал, давайте поддержите Россию. Там сейчас открывается в Тель-Авивском университете здание имени Абрамовича. Прямо написано. В здании Абрамовича. И мне пишет выпускник Тель-Авивского университета, мой друг из Канады, пишет, Миш, все, они захватили мой университет, вот, и там когда-нибудь будут протесты пророссийские. Вот так выйдут люди с русскими флагами, выключают Россия, Россия. Почему? За деньги они выйдут, за гранты, которые ученым дали, за гранты, которые студентам дает Россия. Вот как сегодня про палестинские демонстрации в университетах по Европе. Поэтому сегодня надо, пока эта гадина не дала ростки, выгонять этих Чубайсов и всех этих убийц из университетов Израиля. В Европу его не пустили, а в Израиль пустили. И кажется, ну подумаешь, ну что ж такого-то будет. А вот такое будет. Вы хотите иметь у себя в университетах людей с русскими флагами? Вот это будет. Потому что я понимаю, что сейчас Израиль не до этого, он занят войной. Но ростки-то фашизма там зарождаются в Израиле, в университете благодаря Чубайсу. Как ни странно, вдруг, так сказать, это такой хэштег «Восставшие из ада». Вдруг опять появился Сурков. Он там дал какое-то интервью и рассказал о том, что вот как раз Порошенко и Меркель вели себя мутно. Но все-таки они были якобы хотя бы публично перевернутыми, так сказать, Минского процесса. А теперь Зеленский по планете носится как у гориллы, пытается договориться со всеми странами о том, что Украина будет самостоятельной и так далее. Но уже все поздно. Ну и так далее. Чего вдруг он вылез? А ему надо. Ему надо очень сильно лично, мы понимаем. Ему надо, потому что он же хочет вернуться на какие-то посты. И он вылезает тогда, когда ему кажется, что у него есть новая дебютная идея, как говорил Остап Бендер, новая дебютная идея. Он же не со случайным месседжем-то вылез. В чем его месседж на самом деле? На кого он это катится? На кого он банон крошит? Батон крошит? Он батон крошит на Зеленского. А почему? Потому что у его бывшего начальника, у Путина, ну он как бы и действующий начальник, другое дело, что начальник не признается его подчиненным. У Путина теперь новая идея. Вот это то, что, дескать, Зеленский нелегитимен для меня, говорит, все нелегитимен. Но с этой идеей он одинок в этом мире, одинок вообще. Ну как бы никого больше нет. Что поделаешь? И тогда выходит Сурков, и через вот это интервью, он же там сам у себя, насколько я понимаю, это интервью берет, он показывает, смотрите, у меня есть много идей, как доказать миру, что Зеленский нелегитимен. Я же много вам идей принес тогда в Кремль. Возьмите меня, пожалуйста, на работу. Я вам еще пригожусь, я это докажу. И берет вот такой месседж, и его пытаются обосновывать. Вот я прочитал в этом интервью только одно, про то, что у него там типа Зеленский нелегитимен. Мнение, как говорится, как говорят в России, в таких случаях косорылым словом не давали. Вопросы легитимности, так сказать, не россиянам поднимать, это понятно. Но это понимают все в мире. В любом случае, эта вся игра была бы внутри Российской Федерации. Ну никому не интересно, что Россия заявит о легитимности Зеленского. Кому интересно в Германии, что россияне думают про Зеленского. Ну да, он пытается, поднимает руку как отличник с задней партии. Я, я, Марья Ивановна, я хочу, я, я выучил уже весь алфавит. Давайте меня выведите на доске, пожалуйста. Я буду отвечать. Мне кажется, что Милонов решил стать иноагентом или еще каким-нибудь в этом роде, потому что он призвал зачистить Россию от проституток. Ну, я, мне кажется, что тогда нужно прежде всего закрыть Госдуму, если заниматься очищением России от проституток. Вот. И он также считает, что интересы профорсеток, как он сказал, противоречат общественным, так сказать, интересам. Ну, вот это все понятно. Ну, как же они будут профорсеток-то всех убирать, которые, по-моему, там полная, полная Россия. Про профорсеток и проституток. Поэтому, ну, например, Соловьев, который там о Макроне нес какую-то полную ахинею вот на днях, да, там, о его личной жизни, о том, что президенты Франции и Украины обменялись женами. Тут знаете что? Они уже женами обменялись сегодня. Я к чему? И вот... То есть как? Панин теперь жена Зеленского? Ну, там, да, они как-то сегодня... Мы же знаем, что у нас... Не, ну, мы же знаем у нас такое-то. Ну, не глянь. Вот там рядом с ним стоял Корнилов, такой бывший украинец, да, меня всегда, честно говоря, мне трясет, когда я вижу наших бывших граждан, которые вот стоят там и подпевают. Это просто какой-то... Вот где профорсетки, извините, настоящие. Ну, нет, мне обидно, когда так к проституткам. Я хорошо всегда отношусь, потому что это честные самые люди, проститутки, честные абсолютно люди. Они не притворяются, они не говорят, что они вас любят. Они говорят, это стоит в час вот столько, за ночь вот столько. Ни о какой любви там речи быть не может. Понимаете? Вот. А поэтому называть проститутками, там, это как называть крысы и Путина? Обижать крыс? Зачем обижать крыс? Зачем обижать проститутки? Да. Если бы эти люди, точно у них был бы написан ценник, выходил бы там, не знаю, Соловьев, написано там один миллион долларов в час. Соловьев, один миллион долларов в час. Мы бы сказали, вот, политическая проститутка, да, все честно. И он бы не отрицал, он бы сказал, да, но вот так вот туда нельзя, потому что у меня тариф только на вот это распространяется, а вот так я не принимаю участия, да, в таких мероприятиях. В губы нет. То есть, все строго должно быть, очень как у проституток. А эти дешевые шалавки, понимаете, да, которые вообще как бы забывают деньги взять. Настолько пьяные, что забывают деньги взять. Нет, извините, деньги вперед, по тарифу. Тогда ты проститутка политическая. А когда ты непонятно что, то ты пытаешься изображать из себя любовь к родине, но не, не, не. Это я даже не знаю, я не знаю, как это называется, в общем. Содержанки какие-то такие, не самые красивые в этом смысле. Вот эти все люди, о которых вы говорите. Михаил, о людях, которые не забывают денег взять. Ну, вы наверняка слышали, что, я не знаю, Машков, Богомолов получили по еще одному театру. Мне особенно обидно, потому что я знаю, как Роман Григорьевич, Виктюк, любил Украину. Он завещал похоронить себя во Львове, он похоронен во Львове, и он никогда не скрывал свою позицию, что Украина это прежде всего. И сейчас, как говорят, Богомолова туда отправили, для того, чтобы он зачистил даже отвеяние ЛГБТ-театр. Не знаю, способен ли он что-то кого-то зачистить, но просто мне обидно, что такой сволочи, которая говорит, что она там презирает Макаревича, еще там кого-то он презирает, отдали театр, который был детищем Романа Виктюка. Честно говоря, абсолютно все равно, что произойдет с Андреем Макаревичем или с кем-то еще из этих людей. Вот абсолютно. Ну, про Машкова я вообще молчу. Мне кажется, он просто и не человек даже. Ну, вот будьте осторожны все, в честь кого случайно могут назвать театр в Российской Федерации. Просто надо прожить жизнь так, чтобы в честь тебя ни за что, ни при каких обстоятельствах не назвали театр в Российской Федерации. Почему? Это должна быть цель жизни любого человека, прежде всего творческого. Если есть хоть малейший шанс, что в честь вас назовут театр в Российской Федерации, то завтра его директором будет Константин Собчак Магомолов, да, или как там, вот, и все, и вы станете символом фашизма. Вот понимаете, Пушкин стал символом фашизма не потому, что он писал фашистские стихи, а потому, что он стал российским поэтом, и все, записали в российские поэты, автоматический путь не в том веке не окажешься фашистом, в следующем окажешься. Никогда, вот сделайте так, чтобы в честь вас в России ничего не было. Зачищайте это, запретите в завещании называть в честь себя хоть что-нибудь в России. Вот обязательно. Просто заклинаю всех деятелей культуры сегодняшней, кстати, тоже заклинаю. Вот вы сейчас сбежали, ну, не сбежали, уехали, правильно, эвакуировались, так? Вот, например, Акунин говорит, я не россиянин, я подан на ее величество, я отказался от российского паспорта, стал британцем. Он еще, вот я, это, ну, я понимаю, что это я сейчас, он поймет, надеюсь, что я шучу, если случайно услышит, что я не всерьез к нему обращаюсь, то я господину Акунину говорю, напишите обязательно условия, запрещаю называть в честь себя в России театры, школы, библиотеки, концертные залы, все, что угодно, скамейки. Вот, поэтому это, что касается имен театров самих, да, заметьте, там ведь даже другие имена, более старых, каких-то вахтангов там и так далее, тоже вряд ли эти люди разделяли ценности в буче, которые устроили россияне, вряд ли, вахтанги вы все эти отразделяли. Но они пострадали так же, как Виктюк, там же каждый театр в честь кого-то назван. Но дальше сам принцип больше двух в одни руки не давать по поводу театров, вы заметили, он же не впервые применен. Это же началось-то все с Гергиева, которому, когда он был директором Мариинского театра, дали еще большой театр. То есть больше двух в одни руки театров не отпускать. А теперь бы ясно, что всем по два театра. То есть, я сегодняшний даже, кстати, свой выпуск назвал эти, это самое, господи, фашисты московских театров. Помните, такой был термин артисты московских театров. В остальных ролях артисты московских театров. А человек говорит, в остальных ролях фашисты московских театров. И вот этим фашистам московских театров, всем этим, действительно, Машковым, там, Мироновым, им выдают ровно по два театра пока. Почему? Знаете, это одна восьмая финала. Это я снова продолжаю аналогию с чемпионом Европы. Сначала групповой турнир. Они все соревновались на равных. Победителям групп выдали по театру. Вот кто больше проявил себя, съездил в Мариуполь, получи театр. Выступил в Ложняках, получи театр. Осудил уехавших, получи театр. Это по одному театру. Дальше они играют в парах, уже одну восьмую финала. Выход в четвертьфинал, у тебя два театра. В одной второй финала у тебя будет четыре театра. В финале у тебя восемь театров, будут двое таких лидеров по восемь театров. Они сразятся между собой. Там нужно будет расстреливать детей, насиловать их и так далее. И тогда уже сражение за главный пост, когда ты руководитель всех театров. Руководитель императорских театров всех. И все театры объединяются в один, естественно. Даже зачем много театров. Один такой большой. У них есть термин большой театр. Это будет очень большого театра. Правильно? Вот главный директор, сам очень большой театр. Я даже представляю себе это здание. Помните, Сталин хотел построить съезд Советов? А в результате, как он не съезд Советов? Господи, дом... Ой-ой-ой, простите, конечно, это я заговорился. Вот это здание, которое в результате переросло в гостиницу «Россия», а потом в парк «Зарядье». Это называл дворец... Дворец, господи, Советов. Дворец Советов. Нет, дворец Советов, где на крыше памятник Ленину там размером с девятиэтажный или десятиэтажный дом. Но это не получилось. Там Вторая мировая война наступила, потом там затопило уже какие-то эти подвалы, там черт-то что. Но не получилось. Они построили этот дворец съездов внутри Кремля тоже и так далее. И вот сейчас им нужно создать такой мега-театр на сто миллионов мест. Театр на сто миллионов мест, где будут собираться все фашисты в одном флаконе. Вот все взяли, видите, вот опять кто-то у нас. Вот. Когда все фашисты будут собираться, значит, вместе. Да, вместе в одном. И уже 120 миллионов мест. И никто не спросит лишний билетик. Знаете почему? У входа. Не один человек. А всем фашистам по одному месту. Все расписано, всем хватает. Вот. Но нужна еще единая пьеса. Вы знаете, тут нужна единая пьеса. Не играть же разное в этом театре. Это один спектакль, один театр, в котором одна идет такая бесконечная. Она идет всегда. Это пьеса. Без перерыва. Да. И все 100 миллионов, они и зрители, и как бы это такой реверсивный театр, они все как бы участвуют в этой постановке, их по очереди выводят на сцену, надежный в кого-то стрелять, кого-то резать. То есть это такой постоянный театр. Хотя, в принципе, мы сейчас его и наблюдаем. Просто они не назвали это честными словами и не назначили главного режиссера. Так вот, что они имеют в виду, когда говорят, в России нужно жить долго. Мы теперь принимаем. Вот, кстати, еще немножко про мир животных. Мизулина говорит, что плохие учебники истории, даже те, которые переписаны, потому что должно быть больше подвигов, больше героизма и так далее. Ситуация искажения исторической правды это большая проблема онлайн. Очень много различных видео, различного контента такого рода, где рассказывается история нашей страны. Там просто вымышленные факты того, чего вообще никогда не было. А я хочу вот в финале процитировать, что мы с вами посудили. Помните писатель Григорий Остр, который вредные советы давал? Он выступал в Берлине на прошлой неделе и сказал, что нужно растить непослушных детей, которые не пойдут воевать. Вот я цитирую. Когда в какой-нибудь стране подрастает слишком много послушных детей, из них вырастают миллионы послушных взрослых и потом послушные идут убивать, и умирать. Поэтому послушные дети гораздо опаснее, чем непослушные. Ну, так и есть. Во-первых, его поэтому и пытались запретить в России, потом, правда, почему-то откатили назад, но ведь пытались запретить именно за это. Во-вторых, мне кажется, что во всех приличных русскоязычных домах последние лет уже так 20, наверное, больше, детям читают остро, а в неприличных Бодж Бруевича. Понимаете? Ну, вот так и появилось. Так и перестали мы быть одним народом. Разделились на тех, кому в детстве читали... Это не наше поколение, а следующее, да? Разделилось на тех, кому в детстве читали остро и кому в детстве читали Бодж Бруевича. Вот примерно так. Ну, вот отсюда и вырастают ноги у всех наших дичей. Так оно и есть. Ну, что ж, удаляемся на тропу дичи, будем опять охотиться. Спасибо вам большое, Михаил. До следующей недели. До свидания. До свидания.